у нас очень серое небо у нас идет дождь за моей спиной спорт life и пусть поздно вечером я приехал тренироваться сегодня у меня по плану тренировка спины и поэтому я хотел бы сегодняшний ролик посетить такой вещи популярные которые многие используют и на самом деле не всегда догадываются зачем они это делают я хочу с вами поговорить о поясе я не знаю как его правильно назвать один называет его пояс для тяжелой атлетики другие говорят о качковский пояс третий называют его там пояс для силовых видов спорта да я сейчас дойду до раздевалочки я сниму его на видео и вообще решим мы с вами совместно обсудим как часто стоит им пользоваться стоит пользуется им вообще защищает ли он вашу спину непосредственно травм или что он делает для чего он нужен многие одевают его даже не осознавая до конца для чего они это делают просто потому что все одевают вас все одевают значит и зачастую человеку непосредственно надо очень красивое здание вам уже показывал его это бывшее здание одного из первых вокзалов санкт-петербурга отсюда ходили поезда в царское село если я не ошибаюсь а в нынешнее время здесь находится торговый центр и один из замечательных клубов спорт life и двери высоченные трындец это думаешь дверь от тех времен такая маленькая экскурсия ребят такие вот живописные красивые перила спорт life спорт life для меня всегда очень гостеприимно открыты двери ну вот и добрался я до зала все вот я и в зале смотрите я пользуюсь поясом на таки мягкий пояс на удивление хорошо он держит думаю что больше тех временем я тренирую я пользовался поясами кожаным почему я перешел на пояс мягким называть его не знаю чего он сделан пояс мягкий начали им пользоваться по одной простой причине потому что кожаный пояс у меня спиздили пока я пошел в душ вот я не стал запихивать шкафчик и грустная история лямки пояс и бинты кистевые все дружбенько у меня ушли после этого я перестал пользоваться лямками хоть они у меня есть новые у меня их больше не одеваю бинтами перестал пользоваться потому что что вы все знаете что у меня очень большие банки кстати сравнялись вроде бы у меня предплечье плюс минус ну в общем предплечье наверное отставали в пропорции моих рук и я решил что пусть они получают дополнительную нагрузку и растут лямки не одеваю вообще бинты не одеваю вообще максимум стараюсь работать собственной силой кистей использую меньшие веса которые выпадают потому что у меня с хватом проблемы у меня сухожилий нету в обеих руках частично кто помнит были скромные руки бла-бла-бла короче я не могу порвало сухожилия костями обе лучезапястные кости вот тут у меня были переломаны на четыре части история грустная суть в том что у меня хват херовый я руку сжимаю блин конечно не как девчонка но я больше например 180 килограмм тягу тянуть никогда не мог потому что дальше меня просто раскрывались кисти хоть что там хоть обмажься магнезии хоть очень приклей без лямок тянуть не мог в лямках лучшая тяга была когда-то молодой красивый и сильный 240 на 4 в поясе поясе 244 поднять это без лямок я не мог никаким образом даже от пола не мог оторвать потому что просто не открывались кисти вата силы не хватало поэтому его тренируйте с самого начала если он все-таки тренируется как считается так пояс пояс для вот будем называть вот тяжелоатлетический пояс хорошее название прекрасное красивое во славу матери силовых это все это тяжелоатлетики считается многие его одевают с уверенностью что он каким-либо образом защитит вашу спину так вот друзья нет нет никак не защитит потому что с обнаружением техники вы можете делать и в поясе скручившись если спину вы держите ровно жестко прямо то никак вы ее не повредите поэтому пояс никаким образом не даст вам дополнительную защиту а для чего же он тогда нужен сейчас я пойду поразминаюсь и потом уже расскажу может показаться немножечко странным впоследствии упражнение которое я делаю но в действительности она на самом деле очень очень круто включает работу спину и позволяет в начале тренировки обмять все мышцы кора все мышцы корпуса попробуйте сможет чувствовать хорошо широчайшие мышцы спины я и думаю вам очень понравится тут конечно много много факторов у меня же времени мало тренироваться то есть отдельно делать сессию на пресс не сложно а тут такой разминки я сделаю порядка 120 повторений суммарно да это у меня получится у вас тренинг разминчить на спину довольно таки легким весом для меня и плюс 120 скручиваний да упражнение напоминает молитву чем-то не считая того что я дополнительно делаю движение включающую работу пресс и спину ну вот поэтому берите на вооружение мне лично очень нравится очень круто заходит прям и межреберные у меня все включаются пресс глубоко очень хорошо на выдохе я его делаю то есть элемент дополнительного сокращения именно амплитуды движения все тут на выдохе у вас пресс может сильнее сократиться в таком положении скрученным прям кайфовое упражнение вам рекомендую попробуйте давайте разберемся какие есть за за силовой пояс первое это условная возможность предотвратить травму пусть она совсем небольшая но есть ряд исследований которые об этом говорят незначительно поберечат травм совсем только по сохранению идеальной техники движения в случае нарушения техники никакой пояс не поможет а возможно даже усугубит а усугубит он по второй причине вторая причина одевать пояс это повышение внутребридушного давления в основном ради этого мы его одеваем потому что повышение внутребридушного давления в обязательном порядке увеличивает вашу динамическую силу и в принципе вашу силу на протяжении всего движения именно дополнительное давление вашей брушиной позволяет поднимать в поясе больший вес именно этот момент вы все видите когда на него одеваете на тренировку соответственно при повышении вашей силы может усугубиться риск травмы при нарушении техники одно вытекает из другого поэтому одновременно с плюсами так скажем мы получаем значительный и опасный минус использование пояса пока я не начал задыхаться от нагрузки побежали сразу дальше и еще против я видел это если новичок начинает тренироваться сразу в поясе то это будет правильно выразиться нарушить моторные функции мышц корпуса иначе говоря ваш пресс ваши косы ваши мышцы стабилизаторы корпуса не смогут полноценно обучиться правильному выполнению техники поэтому новичкам работающим с максимальным весами категорически запрещается тренироваться пояса это очень важный момент ребят думайте об этом ездить на полу поясам силовым от использования пояса у вас станут слабыми мышцы поясницы могут быть не развитыми и так далее очень интересно я замечал что сильнейшие люди планеты а именно ребята из вида спорта powerlifting тренируются зачастую в поясах и скажите меня пожалуйста слабые ли поясницы в этих видах естественно какое-то количество веса компенсируется за счет повышения давления и нагрузка снижается на поясницу но поверьте она с лихвой компенсируется за счет повышения самого веса снаряда то есть поясница получает весь этот объем нагрузки которую должна получать поэтому тратки за ослабление мышц поясницы или неразвитость переживать точно однозначно не стоит ну а теперь коротко вообще какие пояса бывают чем они отличаются начнем с номер один это пояс до пауэрильтинга что он из себя представляет это пояс максимально максимально широкий обоюдно широкий спереди и сзади зачастую сантиметров от 8 до 12 его ширина он на очень жесткой застежки либо именно нового типа либо зажим что еще круче и крут и держит лучше помогает сжать вас максимально сильно так что просто аж начинает глаза выдавливать так вот именно пояс до пауэрильтинга позволяет вам достичь максимально высоких силовых прибавок по причине того что именно он обеспечивает максимальное давление до максимальная площадь покрытия жадь это максимальное давление на ваш ваше брюши дальше у нас пояс который со спины шире голода чуть уже это пояс для расскажем бодибилдинга он будет чуть меньше большинства вы показателей возможно чуть более удобен в носке потому что движение будет билдеров немного отличаются бывает требуется чуть больше гибкость корпуса нежели в базовых движениях пауэрильтинга и для обеспечения просто движения сделаны пояса для бодибилдинга также они бывают в другом виде как у меня это такой пояс неопреновый мягкий который еще меньше стоит давление еще важный момент такой липучек у меня вы должны понимать если вы полезете под супер огромный вес в таком поясе степень того как держится липучка не безгранична и в самый неожиданный момент когда давление будет вашим в брушине сумасшедшая липучка может просто слететь вес давление сила на ваш организм резко возрастет и вас не хреново может продавить поэтому пояс нужно выбирать с размер на нагрузкам которые вы на себя собираетесь возложить то есть а и 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 в ряде случаев пояс может вас уберечь от грыжи не всегда не факт что он будет перекрывать и достаточно давать компрессию в определенной зоне но все-таки так или иначе фактор возможности помощь снижения развития грыжи у пояса есть поэтому вот еще одно скажем условное за использование пояса поставьте палец вверх если было полезно если вы посмотрели его в свеженьким или вы искали в ю-тубе информацию про пояс и вам это видео было полезно я буду очень рад делитесь с друзьями если у вас возникают вопросы или обсуждения на тему использования пояса очень важно лично для меня и в целом для развития канала ваши комментарии youtube очень сильно это смотрит поэтому я прошу оставить вашу мысль любую вообще был ли вам полезен ролик понравился ли он вам выскажите дополнительную информацию которая есть у вас потому что ребята читают комментарии и возможно именно к это ваша мысль ваши слова будут полезны для кого-то подписчиков спасибо что вы со мной ставьте палец вверх думаю что вы так на меня подписаны раз вы смотрите верно левые люди сюда не заходят я смотрю по комментариям то только вы крутые ребята за что я вам очень благодарен всем пока а